Шины низкого давления, высота колеса больше метра, полный привод, агрессивный внешний вид и вес по 3,5 тонны. Из гаражного бокса самодельщика и мастера спорта России по автомобильному спорту Юрия Глухих вышел первый пермский тяжеловесный вездеход «Кын». Название громадной машины и техзадания дал заказчик проекта. У заказчика на сегодняшний день находится охотхозяйство в районе поселка Кын, Строгановская Вочина, где стоял Кын-завод по переработке металла. Чтобы наглядно продемонстрировать габариты Кына, ставим его рядом с серийным внедорожником «УАЗ Патриот», тоже машиной немаленькой. Кажется, что пермский вездеход визуально раза в два больше своего собрата по бездорожью. Тащить такого гиганта по болоту поможет то, что спрятано под капотом. Под капот лег у нас двигатель В8, который применяют сейчас в российской армии на БТР, с двумя карбюраторами, со спортивным распредвалом, объемом 5,5 литра. Мощность порядка 160 лошадиных сил. Крутящий момент 46 килограммов на метр. В довесок к шинам низкого давления все эти показатели способствуют хорошей проходимости по бездорожью. Кын собирали полтора года, используя разнообразные узлы и агрегаты. Внедорожник Кын можно назвать по-настоящему гибридным автомобилем. К примеру, мосты и кабины здесь от ГАЗ-66. Много интересного можно встретить и в интерьере. Кресло, на которое я сел, взято от легковушки Альфа-Ромео, а приборная панель взята от автобуса ПАЗ. В команде Юрия Глухих всего три помощника, одному из которых нет и 14 лет. По их словам, самое тяжелое в сборке вездехода – это мелкие, но важные детали. Ход рессоры, чтобы амортизаторы работали, то есть геометрия, чтобы не ушла никуда. Кузов, сами видите, что вареный, то есть это чтобы все полностью геометрию нужно собрести, ну и внутренняя отделка. Изначально проекты оценивали в полтора миллиона рублей. Ценник в ходе сборки вырос на 200 тысяч. По словам Юрия Глухих, который, к слову, стоял у истоков прикамского бренда автоспорта «Уральский Ухаб», он еще не решил, будет ли собран кын номер два. Впереди еще предстоит регистрация транспортного средства в качестве трактора. Ну и главное испытание для вездехода – тест-драйв на пересеченной местности в лесу. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...